Боюсь, что я не скажу ничего оригинального. Объективной истории, неважно, России или берега Слоновой Кости, наверное, не существует в принципе, потому что это всегда оценочные характеристики тех фактов, которые тоже зачастую одни скрываются, другие, наоборот, возвеличиваются и так далее. Моя здесь позиция как преподавателя журналистики, а не только журналисты, очень проста. Как мне кажется, любой учебник, любой, какой бы он ни был там про или за, он в руках одного человека, одного преподавателя может быть благом, а в руках другого преподавателя может быть злом. Та же как скальпель. Скальпель может сохранить жизнь человека, спасти человека, а может его зарезать. Так что вот если мы как бы лошадь поставим, все-таки впереди телеги, то есть преподавателя, гражданина в аудитории, в руках которого находятся там учебники, пособия, там все что угодно, человека, который не только учит, но и воспитывает, вот тогда все становится на свои места, потому что телега это и есть эти самые учебники, пособия и все остальное. Все другие разговоры про учебники, как некое, так сказать, абсолютное зло, либо абсолютное добро, по-моему, в какой-то степени бессмысленны. Субтитры подогнал «Симон»